Добрый вечер, дорогие друзья. Очередной прямой эфир на Первом Канале. Репортаж о седьмом матче сборной Белоруссии на хоккейном турнире 19-х Олимпийских игр. Сегодня начинается третий этап турнира, третий заключительный этап – плей-офф. Четыре четвертифинальных матча, и вот самый первый из них, думаю, на хорошо вам знакомом, в льду Дворца и Сента. В этом матче встречаются сборные Швеции и Белоруссии. Позже в Прово на арене Севен Пикс состоится матч сборных Чехии и России. И сегодня, во второй половине дня, здесь же, вот на этом льду, состоятся еще две четвертифинальные встречи. США, Германия, Финляндия, Канада. Скажу сразу, что победитель вот этого нашего четвертьфинала в полуфинале встретится с командой, которая выиграет в матче Финляндия-Канада. Ну и понятно вам, кто составит вторую полуфинальную пару. Сборная Швеции здесь на турнире единственная команда, которая не потерпела ни одного поражения, не потеряла ни одного очка, стопроцентный результат. Выиграла группу С. Шведы, я напомню, последовательно переиграли 5-2 канадцев, которые здесь считаются одними из главных фаворитов на золото. Великолепно сыграл там Томми Сала, отразил 33 броска. 17 февраля была у шведов победа над Чехами, 2-1. И, наконец, заключительный день финального раунда. Подопечные Харби Нирсона выиграли со счетом 7-1 у соперников из Германии. Владимир Крикунов, с которым, как обычно, я беседовал и сегодня перед началом матча, сказал, что, на его взгляд, сборная Швеции здесь сильнейшая на турнире. Я спросил, почему, но он сказал, что очень большое впечатление оставляет и действия отдельных игроков, в целом, командная игра. Ну и говорит, и сами посмотрите, какие шведы габаритные. Как пошутил один из наших хоккеистов, шкафы трехстворчатые. Ну, арбитры сегодня во главе, пожалуй, тут сильнейшим судьей. Ну, то, что самым известным, это однозначно, Билл Макрерри, канадец 1982 года. Обслуживает матч НХЛ. Около 1100 игр у него на высоком уровне. Андрею Мезину решили наши тренеры доверить сегодня место в воротах. Лайфмены, американец Дан Шехт и чех Петер Блумелл. Итак, у нас в воротах Андрей Мезин, и игру начинает Петерка в следующем составе. Защитники третий Олег Хмыль, пятый Олег Романов, нападающий девятый. 32-й, извините, Дмитрий Панков. Хмыль, столей, конечно же, да. 32-й, Дмитрий Панков. 17-й, Алексей Калюжный. 29-й, Владимир Цыплаков. У шведов сильнейшая первая пятерка во главе с капитаном команды Матсом Сундином, который здесь на турнире забросил уже четыре шайбы. Итак, в атаке 13-й Даниэль Альфредсон, 13-й Матс Сундин, 22-й Ульф Даллен. И с ними вышли защитники. Четвертый, Фредрик Оловсон, пятый, Николас Лидстрём. Томми Сала защищает ворота шведов. Ну, он играл в первых двух матчах. А вот во встрече с немцами на последнем рубеже у трекрунер Гейстол Юхан Хельберг. Идет проливной дождь сегодня здесь в Солт-Лейк-Сити и в его окрестностях. И трудно представить, в каких условиях одновременно с матчем началась эстафетная гонка биатлонистов 4 по 7,5 километров. Следующие составы на льду. У нас защитники 27-й Александр Журик, 30-й Владимир Копоть. Западающий 24-й Дмитрий Дудик, 37-й Андрей Рассолько, 13-й Андрей Ковалев. У шведов 24-й Никлас Сундстрем, 92-й Микаэль Нюландер, 91-й Маркус Несланд. Это нападающие. И защитники были 3-й Юнсен, 14-й Норстрем. Огромный интерес вызывает этот турнир, конечно же, везде в мире. Ну и понимаете вы, сколь здесь притягательны эти соревнования, эти матчи для болельщиков. Ну а что будет дальше, когда дойдет очередь в следующих стадий плей-офф? Девятый Александр Андреевский, 11-й Вадим Бекбулатов, 18-й Олег Антоненко. Это наши нападающие. И с ними на площадке 5-й номер Олег Хмыль и 6-й Игорь Матушкин. Мощнейший бросок поворотом Медина у шведов пятерка Зетерберга, 40-й номер центральный нападающий Хенрик Зетерберг, фланговый 19-й Микаэль Ренберг, 42-й Йоран Йонгсен. Юхансан бросал правого фланга шведской атаки. На последнем заседании директората этого турнира канадцы высказали немало замечаний в адрес вот этого арбитра. У нас, кстати, сейчас удаление. Олег Романов покидает площадку. Считали канадцы, что много ошибок допустил Макрери во время встречи команды из страны Кленового листа со сборной Чехии. Вы помните, этот матч закончился в ничью 3-3. Салей Хмыль, Цыплаков, Калюжный. Играют у нас в меньшинстве. Аксельсон. Нет, на капитана Сундина шайбу не отдал. Четыре нападающих, один защитник. Это традиционный для этого турнира вариант игры в большинстве у шведов. Сундин занимает коньком, хотел забросить шайбу. Нет, шайба ворота не проходит. Сундин занимает место защитника. Вот он был с шайбой. Мат Сундин, капитан Торонто. Мощнейший бросок Альфресена. Подставляет клюшку Алексей Калюжный. И шайба за пределами площадки. Шведские игроки в своем абсолютном большинстве нам с вами хорошо известны. Вы помните, в частности, с последнего чемпионата мира в Германии, мы вам показывали немало матчей с участием шведов, в том числе и самых решающих. По-прежнему Сундин с партнерами у шведов. У нас Ковалев-Рассолька, Копоть-Журик. Швед выиграл выбрасывание. Сундин на защитника и... Бросал Николас Литстрем, защитник Детройта. Сундин, Альфресен. Далин, вновь Альфресен. Шведы здорово тут играли в большинстве предыдущих встречах. Мезин на высоте был и в этом эпизоде. Но атака на наши ворота продолжается. 50 секунд еще Олег Романов вне игры. Много здесь разговоров о шведской торпеде. Ну так называется тактическая схема, вариант игры, которую предлагает Харди Нильсо. Но знаем мы с вами давно, что все новое это хорошо забытое старое. Не раз и в советской школе хоккея, скажем так, использовались эти варианты. Ну игра с полузащитником, специфические действия фланговых нападающих. Ох, как опасно выкатился к нашим воротам. Никто тут ему не мешал. Лидстрем и мощно щелкнул в нижний угол. К ворот Андрея Мезина влетела шайба на... В тот момент, когда табло отсчитало 3 минуты и 10 секунд. Николас Лидстрем, защитник Детройта. Ну лишь два игрока в составе шведов представляют клубы этой страны. 17 номер Матиас Юханссон из серии Стада и из этого же клуба Юрин Йонсон. Нет, еще третий игрок, простите, 40 номер из Тимры Хенрик Зетерберг. У нас четвертый состав. 19-й Эдуард Занковец, 14-й Василий Панков, 18-й Олег Антоненко. Кто-то из фланговых нападающих будет играть по две смены. У нас 11 форвардов заявлено на матч. Защитник и 4-й Александр Макритский, 26-й Сергей Стась. Знаете вы неприятную травму в своем первом матче здесь на Олимпиаде. На встрече с россиянами получил Эдуард Занковец. Но сегодня сам он попросил тренеров заявить его на матч. Ну и решили посмотрим, как себя Эдик будет чувствовать. Как пойдут у него дела. Еще раз, друзья, приятно вспомнить, что вчера Алексей Гришин завоевал бронзовую медаль. В соревнованиях лыжных акробатов. Сундин проехал за воротами, сыграл на партнера. Нет, в близкий угол не прошел бросок Олаусона. Сегодня, может кто-то из вас не знает, состоялся такой, как рассказали. Тот, кто видел, слышал, очень интересный радиомост из Олимпийской деревни, где находился Алексей Гришин. По телефону он разговаривал с нашей студией на телецентре на улице Макайонка. Во время прямого эфира передачи «Добрый день в Беларуси» в студии были его родители. Но вот полчаса продолжался такой искренне интересный разговор. Вчера, кстати, не очень один самый приятный момент случился во время церемонии торжественного награждения победителей соревнования мужчин-фристайлистов. Паузе я расскажу. Шайба по-прежнему у шведов. Да, друзья, вы видите, что действительно то впечатление, которое сложилось у главного тренера нашей сборной об игре сегодняшних соперников, оно целиком подтверждается. Действительно, очень мобильно, грозно, агрессивно выглядит игра шведов. Ну а вот, по сути дела, первая атака белорусов. По броскам мы пока 2-9 уступаем на исходе пятой минуты матча. И еще раз я напомню, что эту единственную пока шайбу забросил шведский защитник. Лиц трём шведы реализовали там численное преимущество. 37 секунд в тот момент оставалось до выхода удаленного нашего Олега Романова. Оренберг уступил шайбу нашим землякам. Не прошла передача Бегулатова на Андреевского. Ну и прозвучал свисток Лайнсмена. Ну, здесь два официальных языка на Олимпиаде, французский и английский. И вот когда во время этой самой торжественной церемонии награждения призеров соревнований лыжных акробатов вызывали на пьедестал посчёта нашего Алексея Гришина в первом варианте французском. Но почему-то прозвучало так. Алексей Гришин, Болгария. Ну, правда, второй вариант на английском языке уже это неточность. Её исправили. Кто-то ещё путается вот в аббревиатурах. Бул, Болгария, БЛР, Беларусь. Зинковец бросил. И как неплохо. Друзья, отдаём должное. Характеру, морально-волевым качествам Эдика. Болит у него. Очень болит спина. И, тем не менее, посмотрите, как активно идёт он в борьбу за шайбу. Не избегает встреч со шведами возле бортика. Оланд сыграл на Аксельсона. И то дальше в одно касание на Юхансона. Василий Панков. У нас четвёртая пятёрка на льду. Макритский. Будет удаление. Опять в нашей команде. Покидает Томми Салла площадку. Даёт возможность выйти на лёд шестому полевому игроку. Лидстрим на партнёра. Оловсон. Сундин. И за толчок соперника Клюшко. Если я правильно тут разобрался, Василия Панкова удаляет арбитр. Конечно же, друзья, понимаете вы, что... Ну и все мы тут переживаем. Ох, как переживаем за наших атлетов. Конечно же, так же, как и все вы с нетерпением мы ждали, когда появятся у нас медали. Но вот позавчера, во время нашей предыдущей встречи на хоккее, старался я как-то следить за событиями в биатлонной гонке женщин. Переживал, конечно же, и за нашу Аллу Супер. Ну, возможно, кому-то показалось, что зря отвлекался от событий непосредственно хоккейных. Но был уверен, что все это было интересно. И, главное, с огромным желанием ждали мы надежды, как что будет в каждом из этих соревнований была возможность прямого эфира. Поэтому вспоминал я о тех соревнованиях. Сундин сыграл на партнера Лидстрем Сундин. Еще одно удаление будет у нас втроем. Оставляет канадец Белорусов, как только у нас окажется шайба, Олег Хмыль за подножку. На пятачке не понравилось канадскому арбитру, как Олег Хмыль там обошелся соперником. Нет, не Олег Хмыль, а Руслан Салей удаляется. Вначале просто однозначно жест арбитра был обращен в сторону Олега Хмыля, но подножки тут не было. Да, Руслан Салей-Клюшкой, вы видите, как заставил шведа упасть на лед. Минуту 28 секунд будем играть втроем. И ударная пятерка, пятерка Мацца Сундина. Но давным-давно он выступает за сборную Швеции. Игрок, конечно, высочайшего класса. Опять он выходит на позицию защитника. Четыре форварда и один защитник вот в таком варианте у шведов. Рассолька, ну, вдвоем против одного защитника. Слева Копоть поддерживает атаку. Рассолька отдает Копоть. Здорово Андрей отдал. И правильно сделал, что не спешил с этой передачей. И, вы знаете, Мацуньдин только ценой того, что просто грубо сыграл возле борта против Володи Копоть. Ах, бедный наш 30-й номер. Рука у него, вы знаете, проблемы. Не раз я об этом вспоминал. Были давно и сейчас так жестко, если не сказать, жестоко толкнул в борт нашего защитника Сундин. А Рассолька хорошее давал передачу. Но, правда, толкнул не в борт. Тут еще возле Лидии ворот спину он подтолкнул. Но была и большая скорость. И неудачно рукой именно встретился Володя с бортиком. 7.43 сыграно в первом периоде четвертьфинального матча Олимпийского хоккейного турнира. Швец-Беларусь. Проигрываем 0-1. И забиваем шайбу, играя втроем против четырех соперников. Лишь четыре шайбы в трех предыдущих матчах пропустили здесь шведы. Олег Романнер забил самую приятную, конечно же, вот из этих шайб для нас. Самую девятку вы видите. Даже сало с его чудесной прекрасной реакцией. Шайба, похоже, попала даже в телевизионную камеру, которая закреплена в воротах. Восьмой раз белорусы забросили шайбу, играя, еще раз повторю, в меньшинстве. Леп, сорок шесть уже секунд до выхода на лед Василия Панкова. Один-один. Лиц трём. Ёмсан. Нет, не прошла передача направо на Неслунда. В штангу попала шайба наших ворот. Ёмсан. Неслун. Ой, как самоотверженно сыграл, правда, потерял при этом клюшку Игорь Матушкин. Но только десять секунд и будут равные составы. В площади ворот находился Михаил Нюландер и мешал там нашему вратарю. И судья останавливает игру. И, понятно, во всем брасывание будет в средней зоне. Видите, какой шпагат сделал Андрей Мезин. И в эффектном стиле, не правда ли, шайбу отвил. Десять секунд и будут равные составы на льду. Панков на льду, но очень опасный бросок. Это уже тринадцатый по счету по нашим воротам наносил Ёрген Ёмсан. Рассолька. Ох, как хорошо Андрей обыграл соперника. И как смело пошел на ворот Антон Месала. Ну, здорово сыграл Андрей. Андрей один из лучших у нас на этом турнире. Это и мое мнение. Такая же позиция у Владимира Крикунова. Когда я спросил у него, ну, кого бы могли бы мы выделить. Все-таки седьмой матч уже на турнире. Какие-то выводы можно делать. И не абы кого, вы знаете, обыграл. И как красиво. Андрей Рассолька. Кенни Ёмсана. Пять белорусов против трех шведов. Вы видели только, что было еще удаление у наших соперников. Рассолька на партнера за воротами. Дудик бросает. И белорусы выходят вперед. 2-1. Вот это да, друзья. 17 секунд. Играли мы с пятером против трех соперников. И 2-1 мы впереди. Кенни Ёмсан был удален последним у шведов. И посмотрите, как здорово, как здорово. Два игрока, о которых очень, ну, довольно лестно отозвался Владимир Крикудов. Участвовали в этой нашей голевой атаке. И Дмитрий Дудик с передачи Андрея Ковалева и Андрея Рассолька выводит белоруса вперед. Восьмой раз на тургире наша команда реализовала численное преимущество. По-прежнему мы в большинстве еще минуту 25. В одно касание. Хмыль на подкова. И вновь какая атака нашей команды. Алексей Калюжный бросал. Ну, если в начале более чем ощутимым было преимущество в бросках шведов, сейчас тут уже такой пропасти нет. Восемь-тринадцать проигрываем, наведем 2-1. И вторая половина началась с первого периода матча. Шведы играют в меньшинстве, стремятся как можно подольше. Мы с вами понимаем, подержать шайбу в нашей зоне, убить время. Бегбулатов, несмотря на такое активное противодействие со стороны соперника, шайбу там возле бортика забрал. Романов. Конечно, друзья, шведы сильны, что тут говорить. Но наверняка они сегодня нас и недооценили. В этом я не сомневаюсь. Отличная передача Романов. Вторым, правда, касанием чуть подработал шайбу Олег. Наносил он бросок. Алексей Калюжный, крупным планом на ваших экранах. У Алексея здесь одна заброшенная шайба. На турнире 9 бросков перед этим матчем он нанес. В смысле бросков лучшая статистика по 13 у Андрея Ковалева и Олега Антоненко. У Андрея раз только 10 бросков. Полные составы на льду. 2-1. Белорусы выигрывают у шведов на 12-й минуте первого периода четвертинального матча Олимпийского хоккейного турнира. Вне игры, конечно же, настраивались наши на этот матч. Но, впрочем, друзья, аналогичная ситуация была и перед предыдущими встречами. Наставник шведов на ваших экранах Харди Нильсон. Совсем недавно, в конце января, Шведская Федерация Хоккея подписала с ним контракт до сезона 2005-2006 годов. Это означает, что еще в четырех ближайших чемпионатах мира он будет руководить Трек Рунер. Кстати, в этом году чемпионат мира пройдет как раз в Швеции с 28 апреля. Ну, речь, понятное дело, о элитной группе. Цыплаков пытался Володя так изящно переиграть шведского защитника Олунда. Романов, Бигбулатов, Антоненко подобрал шайбу на правом фланге. Ушел от силового приема соперника. Идет за ворота. Нет, в ближний угол там навряд ли можно было пробить Томи Сала. Андреевский. Атакует его сзади Альфредсон. И шайба уже у шведов. Что сделают они в контратаке? Дален. Сундин. С неудобной руки бросает, но сколь сильным получается у него бросок. Не правда ли? Сундин. Не точная передача. В другой точке, здесь перед нашими воротами находился защитник Ким Юнсан. Сундин. Эй Юнсан. Вдвоем наши тут его встречают, не дают прострелить. Вдоль ворот. Неслунд. В угол площадки летит шайба. Нюландер. Неслунд. На пятачку хорошо. Игорь Мадушкин придержал клюшку Нюландера. Ковалев. Дмитрий Дудик, когда на 10-й минуте встречи вывел сборную Беларуси вперед, забросил свою первую шайбу на этой Олимпиаде. Дуага турнира у него подобного ранга первый. Ну вот, конечно, памятным будет этот результативный успех для нашего молодого, талантливого форварда. Продолжение следует...